друзья всем привет находимся на втореньке зеленый угол давненько не было именно цен сейчас пройдем посмотрим какие машины открыты по открываем посмотрим цены какие закрыты просто поглядим цены смотрите такая новость за то что все знали то что автомобили будут проходить лаборатория сейчас переговорил с продавцом представляете да действительно чтобы получить сбк т.с. чтобы получить птс машина едет в лабораторию там с ней проводят какие-то манипуляции стоит это в районе 10000 рублей сам машина не возил не знаю но опять же это все со слов продавца проверяют все то есть битый автомобиль не пройдет переговорил с ним на резине полез корт все забраковали ухо было на автомобиле что-то было с ухом все забраковали то есть если автомобиль биты сначала нужно автомобили сделать только потом только потом вести его в лабораторию для прохождения короче говоря крутят крутят гайки у нас жара стоит невыносимая уже который день 30 32 33 там 34 градуса доходит это просто это просто жесть и так ладно как видите автомобили есть автомобили довольно много находимся на одной из стоянок авторынка зеленый угол давайте пробежимся по ценам и так продается у нас nissan days это серый цвет кейкар довольно таки популярный автомобиль именно days есть аналог на митсубиси триста девяносто семь тысяч рублей он стоит без литья на штамповочках летняя резина рядом стоит ds rooks здесь уже идут задние боковые двери сдвижные высокая крыша летняя резина комплектация простая светлый салон датчик при столкновении кстати на этом автомобиле есть и датчик при столкновении сближения и японский регистратор этот автомобиль стоит 480 тысяч черный цвет кто он еще и открытый черный цвет светлый салон магнитола стоит обычная штатная климат-контроль мне нравится такие автомобили в плане узнать они на самом деле прикольные в них очень много места не клевые салончики suzuki swift данный автомобиль 2017 года выпуска 4 в.д. объем двигателя 1 и 2 вариатор стоимость автомобиля сейчас посмотрим летняя резина без литья на штамповках стоимость автомобиля друзья 765 тысяч рублей аукцион 3 балла пробег 125 тысяч тоже автомобиль открытый подогревы магнитола давно не было мне на канале именно цен поэтому сейчас наверно будет несколько видео с ценами чтобы сориентировались напоминает для новых подписчиков занимаемся подбором автомобилей перед покупкой помогаем вам приобрести автомобиль есть поиск автомобиля под ключ есть просто осмотры автомобилей штучно осмотре это называя интересный автомобиль но есть такие категории автомобилей которые которые почему-то не особо берут постоянно спрашивают бусики вот эти 420 тысяч 4 воды постоянно что эти что там хондочки что хайджеты везет нам как сегодня так здесь у нас в робот по моему стоит вид с 580 это скорее всего литровый не скорее всего литровый есть 1 и 3 есть литровый аукционный лист 4 балла 580 тысяч летняя резина ни одного автомобиля наше налетение было и он тоже открыт у нас вариатор неплохое состояние салона где разнообразие как вы автомобили только вот только на одной стоянке aqua тоже не менее популярный гибрид ну хотя я бы наверное все таки взял фито недавно недавно же не покупали машину то есть можно было рассмотреть аку можно было рассмотреть fit как-то вот у нас упала ну на fit гибрид полторашка aqua 745 тысяч 2017 год не нравится вот такой цвет автомобиля да он красивый но он сложный в плане ухода вот что он что у меня бордовой фори что черные автомобили прям сложновато ухаживать за ними друзья мы напоминаю автомобили смотреть знаете вот на канале уже есть ни одно видео несколько видео нет сайта там авторынок зеленый угол такого нет есть сайт drum.ru порты черный цвет есть сайт drum.ru заходите раздел там приморье город владивосток там есть абсолютно все автомобили которые продаются в приморском крае во владивостоке которые выставляются на авторынок nissana d 530 тысяч 3 балла 108 тысяч пробег замена переднего правого крыла вижу только друзья внимательно расставляйте себе галочки вот таких автомобилей про боксов по 200 тысяч рублей нет то что там продается вот это за копейки это все автомобили без документов ставьте автомобили в наличии автомобили под заказ автомобили в пути ставить не надо я хочу наверное на следующей неделе зайти в какую-нибудь аукционную компанию с ними переговорить чтобы у вас уже более подробно информация была что такое в пути что такое под заказ я в принципе понимаю что такое с двух словах это просто тупо развод филдер 4 воды 945 тысяч 2018 год то есть вот такого филдера на такого филдера за 700 тысяч вам никто не привезет чтобы вам там не говорили еще один вид 485 тысяч ниссан ноут пятьсот восемьдесят пять шестнадцатый год 12 довольно редкий автомобиль на авторынке toyota corolla rumeon 695 тысяч рублей автомобиль клёвый надежный комфортабельный но опять же такой своеобразной формы до своеобразный салончик у него многие спрашивают просят найти такой автомобиль но их мало климат вариатор черный салон все мне нравится прям нравится данный автомобиль широкие такие двери шестьсот девяносто пять тысяч еще один интересный экземпляр допустим в дроме он вылазить типа как джип как кроссовер на какой-то suzuki с их 4 с такими характеристиками но по факту это обычный цена да у него чуть повыше дорожный просвет а цена у нас не указано данный автомобиль honda one key car не так много их но они есть 430 тысяч семнадцатый год такой светлый салончик у него хватит с этого ракурса покажу время 11 часов невыносимая жара стык прям невыносимая так да и хочу мира с черный цвет вот мира есть мне симпатизирует больше всех key car of да он простой автомобиль да он какой-то вот ну реально простой ну данный автомобиль нереально надежный 415 тысяч еще автомобиль идет и 4 в.д. mazda carol тоже самое suzuki alto один из самых дешевых автомобилей на авторынке зеленый угол 355 тысяч ну не только на авторынке а вообще я имею ввиду из-за беспробежных японских автомобилей так что у нас тут еще есть интересно еще один микробусик стоит хайджет серый цвет автомобиль на литье но хайджет это постоянно постоянно их спрашивают такой еще модный клевый смотрите полочки такие удобные придуманы узнаем сколько стоит пятьсот пять тысяч рублей давайте еще вот этот ряд один возьмем друзья еще вот пишите в комментариях саня ты то пропустил саня ты это пропустил как рассказать но вы же видели да то что я вот начал я пошел по ряду и иду по всем автомобилям вот пожалуйста вот он стоит ряд сейчас пойду по вот этому ряду что вот на вот этом ряду брать уже не буду это оставлю наверное на следующий выпуск потому что автомобили стоят все разные итак пойдем друзья и смотрите что мне получилось я пришел домой давай монтировать видео а вот этого отрезка да про вот этот ряд у меня его нет поэтому сегодня такую ну понятно то что концовка видео мне есть я получается вот этот ряд когда ходил снимал просто камера на телефоне была выключена кстати снимая на телефон поэтому сейчас сделаем такое небольшое продолжение и будет оконцовка ну смотрите сейчас понятно то что я уже знаю даже с этими автомобилями происходит я прошел этот ряд задел немножко вот этого ряда потому что вот на вот этом ряду практически нет цен но давайте все равно на то есть стоит про бокс про бокс джейловская комплектация стоимость автомобиля семьсот десять тысяч рублей так ну танк там тойота дайхауца то же самое цен цена на него не указано демио тоже у нас по моему стояла без цены ребят да цена не было указано 1 и 3 4 воды автомобиль еще один про бокс тоже без ценника кейкар хастлер н вагон сразу вернусь сюда да да цены здесь цена здесь тоже не указано про бокс 699 тысяч рублей 2018 года выпуска suzuki swift без цены мира без цены спейт без цены и power без решетки x-trail x-trail и собственно почему я вернулся я мог это как-то смонтировать до что получилось нормально но я хотел вам показать вот этот вот автомобиль это такая редкость на втореньке до nissan cube стоимость автомобиля 595 тысяч рублей автомобиль 2016 года собственно опять же почему вернулся потому что в концовке видео точнее в этом видео да я рассказывал то что мой первый японский автомобиль был как раз таки nissan cube 2001 года выпуска передний привод вариатор купил я его за из меня не изменяет память за 155 тысяч рублей такой кубик у меня тоже был 2000 утон еще открыты такого плана кубик у меня был 2008 года выпуска тоже вариатор был передний привод что первый кубик что вот этот кубик мнения очень понравились но и собственно тогда подбором автомобилей я еще не занимался это было очень очень давно как мы покупали вообще еще как раньше люди покупали автомобиль а то есть мы утром собрались поехали почему-то в уссурийск я не знаю почему но поехали именно в уссурийск поехали втроем зимой это дело было приехали облазили весь рынок не было толщиномеров не было сканеров полазили пощупали посмотрели вроде целый не ржавый не гнилой деньги отдали в руки сели поехали 155 тысяч рублей так ну давайте наверное будем заканчивать да потому что не будем делать сильно большое видео оставим на следующий раз тем более по времени мне уже нужно ехать у меня знаете меня нет такого то что целенаправленно приезжая на авторыноком снимать видео у меня выдалось 15 минут времени я снимаю для вас сцены отъездил я на этом кубике порядка наверное по моему лет пяти я даже ушел в армию он год простоял потом еще отъездил и продал я его за 145 тысяч рублей до продал его перекупом вот видимо видимо дешево продал я его особо не бил там были какие-то нюансы были какие-то подкрасы но машина офигенно мне она очень понравилась и в принципе за пять лет до он ни разу меня не подводил ни разу ладно на сегодня друзья все всем огромное спасибо кто смотрит видео до конца всем огромное спасибо кто пишет комментарии кстати пишите пишите комментарии про конструктора я помню обязательно сниму обзорчик да как собираются конструкторам обязательно сходим какую-нибудь аукционную компанию подписываемся на канал всем пока